Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, скульпторов и описание этих работ по книге Великий Музей Мира. Будда Вайрачана, Балаваст, Восточный Туркестан, 7-8 века, ганчевая штукатурка, минеральные краски 76 на 57. Центральная Азия занимает важное место в истории буддизма, так как она послужила своего рода ретранслятором учения из Индии в Китае. Это объясняет существование большого количества буддийских памятников на ее территории. Их изучение началось еще в конце XIX века и значительную роль в нем сыграл исследователь Стейн. Одним из интереснейших экспонатов коллекции Стейна является фрагмент настенной живописи из Балаваста с изображением Будды Вайрачан, одного из пяти Тхаяни Будд, занимающего в Мандале центральное место. Сохранилась верхняя часть торса Будды. Он, по всей видимости, сидел в позе Тхаяна Мудра, медитации. Наряду с традиционными характерными признаками, лакшанами, отличающими Будду от обычных людей, на его тело нанесен целый ряд индуистских символов, связанных с богом Вишну. Над поясом изображен конь, одна из аватар Вишну. Над животным помещена сцена пахтания молочного океана при помощи змеи Васуки, в результате чего была создана земля. Выше шреватца, так называемый узел счастья. На левом плече, в луннице, мировая гора Мейру. А на правом, солнечный диск. На предплечьях Будды, изображение традиционно прямоугольных индийских книг. А на запястьях, ваджи, атрибуты, символизирующие пучки молнии. Вот такое описание по книге Великий музей мира к работе Будды Вайрачана. Балаваст, Восточный Туркестан, 7-8 века, ганчевая штукатурка, минеральные краски. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok